Приветствую вас. Если говорить о мудрости, то, наверное, наиболее мудрым решением будет вообще никак не отреагировать на эту ситуацию, не отвечать родителям вашего мужа тем же, да, то есть, ну, не отвечать так же, как они себя с вами ведут. Вот. И, наверное, мудрым решением будет понять, что люди, которые вас не поздравили, вам не нужны. То есть, определить для себя, зачем вам нужны поздравления тех, кто к вам относится поскольку-поскольку. Вот. Знаете, какая история? То есть, если это, например, были бы ваши друзья, допустим, да, вот, если это были бы те, кто вас оценил, кто уважал бы вас, да, вот, что, да, в таком случае они бы вас поздравили. А вдруг, если они вас не поздравили, значит, эти люди просто, как бы, вам не нужны и все. Вот. И они показали вам свое отношение просто. И вам обидно, но обиды, обида здесь представляет из себя немножко другой аспект. Обида представляет из себя то, что вы что-то делаете для них, то, что вы вкладываетесь, как сказал мой коллега, в, ну, в родителей мужа и так далее. А вот этого делать не нужно. То есть, если, если муж любит своих родителей и боготворит их и все прощает, это его право. Это его выбор. Вы, по идее, знали, вы знали, каков ваш муж, когда вы ходили за него замуж. И вы знали, как он относится к родителям. То есть, как бы, сейчас это ставить ему в вину будет, ну, наверное, не совсем правильно. Это ставить ему в вину будет неверно. Вот. Значит, вы пишите, что, значит, я их поздравляю всегда. А вот, ну, какая история, Анна? Вот, вы говорите, я их поздравляю всегда, да? Зачем вы их поздравляете всегда? Вот просто спросите себя, для чего вы их поздравляете, как бы. То есть, есть, допустим, допустим, поздравления для кого-то, для людей. Есть поздравления для себя. То есть, вы поздравляете их, чтобы получить что-то для себя. Вы инвестируете, как бы, в людей, в отношения. На мой взгляд, инвестировать в людей и в отношения крайне не дальновидная позиция. Вот. Особенно для психологов, психотерапевтов, коим вы являетесь, судя по вашему профилю. Вот. То есть, отношения, это не инвестиция. В отношения, в первую очередь, вы делаете что-то для себя. И только потом уже для других. Вот. И обидно вам только потому, что вы их поздравляете, а они вас нет. Но, очень обидно вам. Скорее всего, не поэтому. То есть, тут, скорее всего, есть некая подоплёка, некое двойное дно, некая история, которая породила эту самую обиду. Я не знаю. Может быть, обидно вам из-за того, что вот они хотят поближе, как бы, к мужу, да, находиться поближе к мужу, жить. Но, при этом, вас они не ставят ни во что. Может быть, в этом проблема. Может быть, ещё в других каких-то моментах, то есть, здесь, как бы, гадать, ну, не очень. Я догадаюсь, не очень очевидно, что личные границы вашей семьи с мужем претерпевают постоянные нападки с стороны родителей. Вам это неприятно. Вы постоянно в стрессе пытаетесь как-то, наверное, ну, через поздравления и ещё какую-то активность, наверное, наладить отношения. Да, это для вас стресс, этот стресс никак не разрешается, и, соответственно, когда вас не поздравляют, это такое открытое пренебрежение, к вам вы сказали, ну, конечно, обидно. То есть, я думаю лично, что фактически проблема заключается в том, что вы не простроили с мужем личные границы, которые бы плотно, чётко, стабильно отграничивали бы вас от родителей мужа. То есть, племянников, сестры и, собственно, родителей. Вот. Потому что, ну, представить себе, что вам настолько важны поздравления этих людей, ну, мне отличается на слово. То есть, если это так, то это более серьёзные, более глубокие проблемы, о которых говорить сейчас, наверное, смысла не имеет, потому что это дикий-дикий будет психоанализ, чем мне заниматься не хотелось бы. Вот. Говорить мужу? Да нет, наверное, не стоит. Почему? Потому что ведь вы поддержки хотите от мужа. Вы же не просто будете ему, как бы, ну, просто скажете и всё, вы же поддержки хотите. А если муж всё прощает родителям, боготворит их, то поддержки никакой не будет вам от него. И, скорее всего, будет вам ещё более обидно, ещё более тяжело. Поэтому я не думаю, я не думаю, что стоит мужу говорить. Ну, по крайней мере, определитесь с целями, да, но ничего не изменится, да. То есть, муж, как любой человек, который кого-то боготворит, ну, кого-то что-то боготворит, он просто скажет, что, ну, они забыли. Там, ну, вот они, там, просто забыли и всё. То есть, что ты хочешь, как бы, вот, и всё. То есть, как бы, такая будет история. Вот. Поэтому никакого особого результата от того, что вы скажете, не будет. Вот. Ну, а обиды – это ваши ожидания. Ожидания – это ваши желания. Соответственно, здесь идёт перекладывание ответственности за свои желания на родителей, на мужа. Вот. И нежелания, собственно, брать личного ответственности за то, что вы хотите. Вот. Возможно, имеет место быть некое обесценивание себя. Вот. Я увидел, я ведь видел ваш профиль, да, видел вашу фотографию раньше. Вот. И уже тогда мне показалось, что, ну, не всё у вас в порядке. То есть, видели у вас в глазах, знаете, ну, что-то такое, вот, какой-то такой, знаете, как негатив какой-то видел. Вот. У вас. Ну, вы, может, не поверите в это. Как бы, я не маг, ничего. Просто чисто физиогномика здесь работает. Вот. То есть, ну, видно, когда у человека, как бы, знаете, когда вроде бы всё хорошо, да, но что-то его подтачивает, как бы, изнутри. Вот. Мне кажется, у вас такая же самая история. И связано это с тем, что на какие-то сферы своей жизни вы не обратили внимания, не обращаете внимания, то есть, склонны их занижать, обесценивать. И надеетесь, что всё образуется как бы само собой, нет, не образуется, без вашего активного участия, без вашего контроля за этими моментами, за этими сферами ничего не образуется. Другие люди за вас ваши проблемы не решают. Вот. Поэтому, вот так. В целом, в целом, в целом, я бы сказал, что у вас позиция несколько детская, с точки зрения, например, транзактного анализа, что вот, а, не поздравили, не поздравили, там, как могли и так далее. Ну, вы, как бы, можете включать, конечно, взрослого, да, можно апеллировать, там, к тому, что это не нужно и так далее, но вы не удовлетворены. Вы не удовлетворены, вам чего-то не хватает. И вот то, что вам чего-то не хватает, то, что вы в чём-то недовольны, то, что вокруг вас как-то не так, как вы хотели бы, это является ключевой проблемой, знаете. Родители, сестра, племянники, это всё люди, но на их месте могли быть другие, понимаете. То есть, вот вы пишете, да, что ко мне, ну, к вам они относятся ровно, без особой любви или открытой вражды никак в общем. Ну, это свидетельствует об определённых проблемах, да? То есть, почему, почему никак? По какой причине вы от тех, кто относится к вам никак, ожидаете чего-то тогда? Всё для вас значит поздравление их. По какой причине вы такое большое значение придаёте формальному поздравлению? СМС. Всего лишь СМС. Вам не хватает внимания? Вам не хватает собственной значимости? Может быть, в этом вся проблема, вся проблема? Может быть, вы чувствуете, что не реализуетесь просто? Ведь, если бы вы реализовались, реализовывались, точнее, если бы вы с мужем чувствовали себя реализованной, раскрывшейся женой и, возможно, уверенной в себе женщиной, то это бы вас не беспокоило, потому что люди-то чужие, живёте-то ведь вы с мужем, вот. Об этом стоит подумать. И вот, когда вы обратите внимание на свои проблемные сферы и сделаете что-то для того, чтобы они эти проблемные сферы решились сами, без участия мужа, без участия родственников, без участия кого-либо, тогда вам на всё это станет плевать. Потому что ожидания, которые лежат в основе обиды, желания, которые лежат в основе обиды, они никуда не денутся, они не уйдут. Что-то может быть низкая самооценка, самооценка неверная в себе, но так или иначе это требует от вас изменения своего поведения. Это то, что вы описываете, показатель того, что живёте вы деструктивно. Не неправильно, не неправильно, а деструктивно, то есть вредно для себя. Игнорируйте вред, который вам наносится. Вот отсюда все проблемы. Понимаете? Как бы то, что вы описываете, свидетельствует о том, что вы застряли в компенсации. То есть вы постоянно находитесь в механизме психологической защиты, компенсации. Постоянно компенсируете какой-то негатив себе какими-то действиями из другой сферы в другой стороне, но не решаете саму проблему. Убежите от проблемы. Вот. Вот то, что я увидел у вас на фотографии, что вы склонны убегать от своих проблем. Вот. Не как можно вас кратиковать, но как вы решаете проблемы других людей, и помогаете работать с психологом, для меня, ну, несколько большая загадка. Вот. То есть, простите, как бы, да, я не хочу критиковать, я не люблю критиковать, но надеюсь, что моя критика, она именно конструктивная, заставит вас изменить свою жизнь. То есть, как бы, не хотя бы, ну, даже вот, если обстрагироваться от всего, да, не для себя, а для клиентов, с которыми вы работаете. То есть, если вы не хотите для себя что-то делать, подумайте о том, что вы даёте клиентам, с которыми вы работаете. Вот. Такая вот история. В принципе, наверное, на этом всё. Не хочется гадать, информацию никакой вы не предоставили. Наверное, хочется упомянуть только то ещё, что может быть проблема, скорее всего, проблема в том, как вы себя репрезентуете. То есть, как вы себя представляете. Вот. Мне кажется, с этим тоже проблема у вас. Я сейчас, наверное, покажусь придирчивым, да, прошу меня за это простить, но, смотрите, вы пишите вопрос, да. Вы не здоровы. А в конце вы говорите спасибо. То есть, это свидетельствует о внутреннем напряжении. Вот. Это всё репрезентация. Это всё репрезентация. Вы говорите поступить мудро. То есть, это апеллирование к мудрости, но не к тому, что хорошо для вас. Знаете, то есть, как бы мудрым может стать тот человек, у которого есть своя философия, да, а философия у человека появляется тогда, когда у него есть чёткое восприятие мира. То есть, чёткое понимание природы вещей, которые есть в мире. Знаете, Анна, мне кажется, что у вас с этим имеется проблема. Я, вряд ли, ошибаться, но вот так. Вот так. Потому что, зачастую, люди забывают, что живут они не с семьёй своего супруга, а с супругом. Вы живёте со своим мужем, а не с его родными. И то, что вас муж поздравил, является самым главным. А родственники не должны... Это не долг их. Могут поздравить, могут нет. Но это не долг. Но вам это для чего-то нужно. Вот. Не буду повторяться больше. В принципе, сказать больше нечего. Надеюсь, что вы для себя подумаете. Вот. Может быть, пару консультаций возьмёте у специалиста, который вам понравится. Ничего зазорного в том, чтобы обратиться к коллегам. Нет. Вот. Обращайтесь, не стесняйтесь. С гордостью здесь не помеха. Вот и с гордостью здесь помеха. Как раз таки только. Вот. На этом всё. Если остались вопросы ко мне, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.